Это Любовь Соболь. Сегодня в Керчи произошло нападение на политехнический колледж. Следственный комитет сообщил, что нападавшим оказался 18-летний студент этого же колледжа. Он открыл стрельбу по людям, а затем застрелился. По предварительным данным, погибло 19 человек, еще более 50 пострадало. Первые сообщения о взрыве в колледже в Керчи появились в районе 12-30. Тогда же появились первые фотографии. Затем Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в колледже сработало взрывное устройство, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Примерно в это же время СМИ со ссылкой на очевидцев стали писать, что в колледже был человек с оружием, и он расстреливал людей. В районе трех часов руководитель Крыма Сергей Аксенов сообщил, что нападавшим был студент колледжа, и он покончил с собой, а его тело было обнаружено на втором этаже в библиотеке. Вскоре Следственный комитет назвал подозреваемого в нападении. Это 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков. И примерно в это же время СМИ сообщили, что следствие переквалифицировало дело с теракта на убийство двух и более лиц. А представитель Национального антитеррористического комитета сообщил, что в колледже найдено взрывное устройство, и что с ним работают взрывотехники. По данным СМИ, нападавший в октябре получил разрешение на охотничье оружие. А РБК со ссылкой на знакомого Рослякова также написал, что тот ненавидел техникам и что намекал, что отомстит. По предварительным данным погибло 19 человек, более 50 пострадало. В Крыму в связи с трагедией объявили трехдневный траур. Это ужасная трагедия, выражая соболезнования родным и близким погибших. Также надеясь, что будет проведено объективное расследование, а трагедия не будет использована для разжигания ненависти кому бы то ни было. Вчера в Барвихе задержали двух юристов Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гемоди и Александра Головача, которые изучали рублевские дворцы. Их продержали три часа в отделении, изъяли планшет и в итоге отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. По словам Гемоди, их задержали на Рублевке два форда ФСОшников с собаками и спецаппаратурой, после чего доставили в Барвихинское ОВД. Полицейские не видели оснований для задержания, но сотрудники Федеральной службы охраны просили за что-нибудь оформить. По закону, без протокола людей можно держать в отделении только три часа. И юристы Фонда борьбы с коррупцией продержали эти три часа, так ничего и не предъявив и отпустили на свободу. Нет никакого закона, который бы запрещал просто гулять или фотографировать на Рублевке, но юристов задержали. Видимо, кому-то очень не понравилось, что юристы ФБК смеют там ходить и изучать особо важные рублевские дворцы. Но на этом история не закончилась. Сегодня утром одного из юристов, Александра Головача, снова задержали. Теперь ему вменяют организацию митинга. Это явно ответочка. Вчера не придумали, за что оформить, а теперь вот статья об организации митинга нашлась. Очень удобно. То есть сначала задерживают на Рублевке, потом вынужденно отпускают, а потом придумывают выход и уже оформляют протокол по статье об организации митинга. Вот такое у нас правовое государство. Рублевка – это известное место жительства нашей элиты. И ФБК давно изучает дворцы, в которых живут там чиновники. Вот, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Про него и дом на Рублевке, которым официально владеет его жена, ФБК выпускал расследование в сентябре 2015 года. Оценочная стоимость этого дома с участком – 1 миллиард рублей. Второй пример – дом, который записан на сестру жены министра обороны Сергея Шойгу. Про него рассказывал Георгий Албуров из отдела расследований ФБК. По данным расследования, в ноябре 2009 года землю на Рублевке, где расположен этот дом, купила 18-летняя студентка Ксения Шойгу, а затем эти владения оказались записаны на сестру жены Сергея Шойгу. Вместе с землей этот дом можно оценить 18 миллионов долларов. Это примерно 1,2 миллиарда рублей. Такое ощущение, что у многих высших чиновников есть правило, чтобы дом был не дешевле миллиарда. Ну или я не знаю, как еще подобное объяснить. Но, конечно, на Рублевке живут не только чиновники. Еще там живут олигархи-миллиардеры. И видео про их имущество ФБК тоже снимал. Вот так с квадрокоптера выглядят рублевские дома Аркадия Ротенберга и его брата Бориса. Того самого Аркадия Ротенберга, который знаком с Путиным уже более 50 лет, был его партнером под ЗЮДО, а после прихода Путина к власти стал долларовым миллиардером. Это только несколько примеров рублевских дворцов и дач, про которые рассказывал фонд борьбы с коррупцией и Алексей Навальный. Ну и, конечно, кому-то это сильно не нравится. Только вот, господа чиновники, люди имеют право изучать ваши дворцы и рассказывать об этом публично. А вы должны объяснять, откуда у вас деньги на эти дворцы, а не пытаться мешать юристам ФБК делать свои расследования. Референдума не будет. Центр избирком отказал в регистрации инициативной группе, созданной для проведения референдума по повышению пенсионного возраста. А помните, как все начиналось? 8 августа ЦИК одобрил три вопроса для пенсионного референдума. Это был разгар обсуждения пенсионной реформы. Люди массово выходили на улицы протестовать против планов власти повысить пенсионный возраст. А тут вдруг референдум. Казалось, что вот она, возможность выразить свое мнение и остановить реформу. Но так только казалось. По закону организаторы должны провести собрание инициативных групп не менее чем в 43 регионах, затем получить регистрацию федеральной инициативной группы в ЦИК, а потом за 45 дней собрать не менее чем 2 миллиона подписей, причем не более чем 50 тысяч в одном регионе. С учетом всей бюрократии и требований к оформлению подписи, выполнить эти условия практически невозможно. Не случайно, с 1993 года общероссийских референдумов не было. Уверена, что вся история была придумана для отвлечения внимания. Люди спрашивали, когда референдум, а сейчас им сказали, что ой, инициативные группы не провели. А время уже упущено. Путин закон про пенсионный возраст уже подписал. Также уверена, что глава ЦИК Элла Памфилова прекрасно понимала, для чего все это делалось. Но при этом она рассказывала, что граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране и что дело за сбором документов инициативными группами. А теперь еще и говорит, что пенсионный референдум можно заново инициировать. Ну конечно, снова инициировать, снова не провести инициативные группы, снова не собрать подписи. А глава ЦИК снова будет рассказывать про права граждан. Согласно соцопросам, 85% жителей России скорее отрицательно или резко отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста для мужчин и 88% для женщин. И вот в такой ситуации реформу принимают без референдума, силами депутатов-единороссов. Неудивительно, что многие люди теперь протестно голосуют против кандидатов от Единой России на любых выборах. Люди имеют право высказывать свое мнение о пенсионной реформе, на митингах, на участках для голосования и всеми другими предусмотренными конституцией способами. А власти должны обеспечивать это право, а не использовать вопрос референдумом для отвлечения внимания от уличных протестов.